МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Верные сябры и коллеги, в нашем регионе проходит семинар кинологов правоохолдных структур. А сейчас об этом и иншим больше подробно. На коне сотни миллионов долларов. Как отримать максимальный эффект от инвестиций? Проблемы на прикладе конкретных проектов разбирались сегодня у Палаца незалежности на на радио президента. Сейчас в Беларуси все галины открыты для инвестиций. География, законодавство, гаранты и державы делают свою справу. На рауне с экспортом инвестиций – главный фактор экономического роста. Президент привел у якости прикладу промысловость. Вядома самые эффективные гиганты машинобудования, нафтохимии и перепрацовки. Развивается энергетика, у тем лику одновляльная и атомная. Вытворчасть легковых автомобилей, древая працовка, харчовая галина. Проект ушмат, але мы это во всех одна. Самым эффективным чином – працовать с капиталом. Отрымливается не во всех. Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которые имеются в наличии в нашей стране. Если деревообработка – это лес, если цемент и прочее, значит, соответствующее сырье в своем большинстве присутствует в Беларуси. Не надо ехать за 3-9 земель. Но, как мне докладывают, ожидаемые результаты получены далеко не везде. Запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты. Более того, ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлю. Мною были даны конкретные поручения детально рассмотреть проблемные вопросы как на местах, так и в правительстве под персональную ответственность должностных лиц выработать системное решение, которое позволит предприятиям эффективно развиваться. Тем не менее, правительство к концу года традиционно подготовило предложение об оказании очередной государственной поддержки. Ну что ж, если эта поддержка обоснована, мы эту поддержку будем оказывать. Такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и не провалили объективно тот план модернизации и инвестирования, который был до них доведен. Важный момент – инвестпроекты уводить устрой не на шкоду новокольному асяродзю. Это актуальная умова, до которой сейчас самая пильная увага и в Беларуси, и во всем свете. Сегодня означается День белорусского кино. У Гомеля до его промерковали премьерный показ документально-гульнявой стушки национальной киностудии «Беларусьфильм» «Спадшина». С историей и сучасностью отчинной киноиндустрии ознайомились наши корреспонденты. Свою профессийное свято белорусские кинематографисты отримали 17-го снежня 1996-го года, когда был подписан и ответный указ президента. Дата обраны не выпадкова. 17-го снежня 1924-го года вышла постанова Совета народных комиссаров об киновытворчестве в БССР. А первая белорусская мастацкая стушка была створена в 1926-м году. Это был фильм «Лясная быль» Юрия Тарыча. Усяго за час иснования республиканской киноиндустрии знята свыше 500 мастацких, некольки тысяч документальных и коляста мультипликационных фильмов. До свято в Гомеле промерковали показ фильма «Спадшина», жанр якого вызначили як документально гульнявы. Документально-игровой – это докудрама с постановочными эпизодами и реконструкциями. Воссоздание истории. История – уходящая натура. И чтобы что-то воссоздать, какие-то сцены, запомнить историю, вот создаются постановочные сцены. Это докудрама. А белорусской киноиндустрии шмат хтос гемельшан може разважать практично с профессийной кропки гледжения. Удельники военно-историчного клубного объединения «Гонормундира» часто задымаются у оченных стужках, присвеченных военной тематации. Керовник объединения Владимир Колот у кадры працуе 19 годов. Каже, что для белорусов фильмы про войну еще долго будут актуальными. Именно военные фильмы у нас долгое время, достаточно и в советском кино, еще и СССР, и сейчас, в нынешнее время, они в достаточно приоритетном направлении находились. Потому что действительно было очень много, что можно было рассказать про подвиг непосредственно наших людей, белорусов, особенно в час периода войны. Урошистая частка мероприемства, присвеченного Дню белорусского кино, проходить у наистарейшей Украине кинозале. И она была побудована еще у эпоху нямога кино – в 1911 году. У таким интерьеры и история кино успремается особливо зацекавлена. Але только успоминами справа не обмежавалася. На свята принята урушать подарунки и узнагороды. На этот раз яны от областного и городского выканавчих комитетов, Министерство культуры, городских администраций. Працовники унитарного предприемства «Гомельки на видеопрокат» займаются саправдой корыстной справой. Пришим, кали мерковать по планах вытворцев белорусских стужек, работу у них хопить яше не на одно десятигодзе. Востребованы жанры любые, которые самое главное, чтобы они были не скучные. И я хочу сказать, что белорусское кино поступательно, верно двигается в правильном направлении, потому что кино все больше и больше становится востребованным. Как и производство государственной киностудии и производство частной студии, мы в равной степени предоставляем нашим зрителям возможность познакомиться со всеми киноновинками Беларуси. Олег Сенсуров, Ольга Коновалова, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». Выборы в парламент 115 года профсоюзному руху с правоздачной выборной кампанией. Этот год для Гомельского областного объединения профсоюзов выдался насыщенным и отказным. Основные выники работы прогушали под частью Нижнего Пленума. Все лето профсоюзы активно удельничали в проведении всех этапов выборчей кампании. Сярод громадских объединений они были в лидерах. Например, каля полутора тысяч активистов принимали удел в проведении АМЛ-300 пикетов. Что тыжится годовины профсоюзного руху, то с этой нагоды в регионе прошло каля 150 мероприемств по ушанованию ветеранов и активу за укладу в историю и развитие своей справы. Знашные досягнения и уналаживание социального партнерства. Все лето помеж выканавшей уладой, наимальниками и профсоюзами было подписано дополненное областное погоднение. Это документы, которые вызначают взаимодействие социальных партнеров на всех узровнях. 20 нормов погоднения имеют обовязковый характер. Например, протяг контракту с добросумленными работниками. А так само выплата со сродка у наимальника, 11-часовой допомоги семьи супрацовника, які загинули на вытворчасти. Сумма складает 120 середнемесячных заработных плат. Подчас пленума огучены и инши важные выники селетней работы. Профсоюзы Гомельской области в этом году сработали очень продуктивно. Цифры, предположим, одна из цифр – это создание первичных профсоюзных организаций. Мы являемся лучшими профсоюзами в республике Гомельской области, которая создала и выполнит свой показатель намеченный. Это более 200 организаций, вновь созданных. Что можно сказать по самой главной уставной деятельности профсоюзов? Это защита социально-экономических прав трудящихся. Во-первых, по правовой защите я в первую очередь поставил в этот вопрос. Это о восстановленных работниках на работе, которые были незаконно уволены. Их на сегодняшние 9 человек. Сумма возвращенных средств незаконно удержанных – это практически около 400 тысяч рублей. Эти цифры говорят сами себя, потому что по сравнению с прошлым годом это практически почти в два раза больше. Задача – наладить адекватный контакт помеж службами, которые имеют дошинение до работы по выполнению декрета номер 18. Сегодня об этом ушла размова по шасско-рады нацинной нарадой, которая отбылась у Гомельске Мабл-выконками с уделом субъекта профилактики. На улику в регионе омаль полторы тысячи обовязанных особов. Практично у всех праца уладкованная. Але и тут проблемы. Здарается, что человек на працу не ходит, але протягнуть его до криминальной альбо администрационной отказности нелега. Причина, забавязанная особой, наймальник не заключил праценный договор. Те, например, батька, у якого на выховании знаходятся неполнолетние дети, здесь не право порушения, а субъектам профилактики эту информацию отделы внутренних справ не передаются. Альбо у службов маются разные дазины об колькости обовязанных, які знаходятся у вышеку. По одних дазинах гэта 40 чалавек, по інших – 120. Усех гэта и прыглады свечать об отсутности эффективного взаимодзения помеж субъектами парализации мер 18-го декрета. Основное внимание будет застряно на таких направлениях, как розыск обязанных лиц, которые скрываются и длительное время не проживают по месту жительства. Кроме этого, будет застряно внимание на привлечение данных обязанных лиц к уголовной ответственности. Протягиваем выпуск. У Гомеля проходит семинар кинолога правоохолных ведомств. В наш областный центр проехали супрацовники и их годаванцы из всей краины. Кинологи обмениваются опытом и дают майстер-классы. Сегодня прошел другой день семинару. Вероника Гомзюкова с подробностями. Гомельское областное управление департамента Аховы. Сергей Клинчуков и немецкая учарка Инар разом працуют больше, чем пять годов. Шчанюк трапил на навучание до кинолога, коли ему был месяц. Усё житё собаки пройшло на службе. За пять годов Инар не разу делничал в профессийных конкурсах. У многих становился переможцем. На этом семинаре Йон и его господар протягнуть вучиться. Усе три дни в учебно-тренировочных сборах проходят в формате круговой тренировки. В первый день удельников подделили по узровне подрахтовки и высветляли проблемы у их працы. Сегодня их решение шукали на практице. Мы каждому, естественно, уделяем внимание по их профилю. И уже смотрим, какие есть проблемы, как их решить и как улучшить состояние собаки в работе. Как собаки, так и люди. Тут есть и опытные сотрудники, так и молодые сотрудники, так и четвероногие друзья. Для любого человека, так и для животного. Если не то социализация, есть большие проблемы в работе. Это приводит к стрессу. А стресс, если он отрицательный, он намешает. На семинары присутствуют специалисты из разных ведомств. Во всех своя специфика. Мытники со своими собаками працуют на доглядце транспорта и багажу. Собаки военных и милиции повинны уметь затримливать злочинцев. Представники департамента Аховы отточиваются в шуковые навыки в городе, а пограничники – у леса. Плюс у семинара – умогчимость взаимодействовать и обмениваться опытом. Нередко, подчас выполнения боевых задач, кинологи разных ведомств працуют разом. Работа с собакой – это уже налаживание. А тут более эмоциональная поддержка и собаки. И кинолог уже больше собаку чувствует. И собака чувствует кинолога именно в работе лучше всего. Наши навыки в основном здесь задержание, конвоирование нарушителя. Обыски местности в принципе тоже можно отрабатывать. Учебно-тренировочные сборы такого формата, когда собираются представники всех ведомств, проводятся в Украине в першине. Мы это удосконализируем программу методики подрыхтовки службовых собак. Зараз кинологичному мастерству научаются в Центре Министерства обороны под Минском, Пагранцентры в Сморгоне и в Могилевском Центре внутренних войсков. Украине по кульняма высшейся кинологичной эдукацией. Подобные семинары закликаны пополнить с недохобного учения. Вероника Гамзюкова, Валериха Панько, телерадовая компания «Гомель». Супрацовники Гомельского областного управления Министерства по надзвышайных ситуациях нагадывают о правилах безопасности при набытии и пригоживании новогодних елок. Некоторые штучные древы могут не только вылучшать шкодные речевы, а и быть пожаронебеспечными. С парадами выратовальников ознайомился наш корреспондент Олег Свинтеров. Живые елки в широком продаже еще не заявились рано. А вот выбор штучных уже достаточно великий. При этом цены вагаются в широком диапазоне от 50 до 250 рублей. Больше якостные, при этом больше беспечные, вырабляются методом литя и ведьми подобные насоправданные древы. Ведьми распасет же надумка, что они не горят. Але при неправильной эксплуатации этих же гирляндов спалить можно усе. Выбор упрыгоживания в дореже так само великий. Диапазон цен в залежности от должности и якости от 2 до 20 рублей. По правилам на этой вырубе у продавцов повинны быть сертификаты. Их наявность проверяют супрацовники держа правом нагляду. А вот сами покупники, звичайно, больше текаются коштам. Никто не спрашивает, никогда внимания не обращает ни на сертификаты, даже само качество не смотрят. То есть в основном цена даже не приходится разворачивать. Люди спешат, бегут с обеда на обед, поэтому все происходит очень быстро. И если какие-то проблемы, просто могут потом прийти, если что-то не так, вернуть либо обменять на другой. Примусить обовязково потребовать у реализаторов сертификаты не гоникога. А вот пора из покупникам взвертать больше уваги на якость товару можно. Яки в уголе на захвание правил пожарной безпеки. Уречься, чим завершится свято, задержать особисто откожных. Приемными ураживаниями идти с умными вспоминами. Новый год, по великим рахунку, одно из самых пожаронебеспечных мероприемств. Елка должна располагаться вдали от отопительных приборов. Дальше акцент необходимо сделать на украшении елки. Значит, елка должна украшаться сертифицированными гирляндами заводского изготовления. Значит, и желательно на елку не размещать горючие материалы. Это вата, серпантины и так далее. Вблизи елки категорически запрещается использовать бенгальские огни, которые могут вызвать возгорание. Также акцент необходимо сделать на то, что елка должна быть жестко прикреплена к полу, стоять на специальной подставке. И, конечно, желательно, если в доме есть маленькие дети, украшать елку не стеклянными, а пластиковыми шарами. Олег Синтеров, Сергей Рукашук, Телерадо, компания «Гомель». Новый год все ближе. У регионе распошались святошные ранечники. Сегодня на елку у гомельский театр «Лялик» запросили детей с обмежеваниями по здоровью. У гомель съехались зайчики, лисишки и снежинки из усягоры Геона. Паша сказочного проставления, и они были не просто глядачами, а с оправданными удельниками свято. Дети отгадывали загадки, танцевали и пели с героями мультфильмов, шукали подарунок для Деда Мороза и снегурочки. Конечно, хотелось в первую очередь выразить огромную благодарность руководству Гомельского городского купленного театра, его коллективу. Такой праздник – это наш ежегодный. Мы стараемся эту планочку не опускать и пытаемся ежегодно как-то более, может, в какой-то совершенной форме привести этот праздник. Юные удельники свято отрымали солодкие подарунки и отправились на прогляд казочного проставления. Сюрпрызы шагаются абсолютно у всех детей с обмежеваниями по здоровье. До многих с веншеваниями заветаются до дому. Без уваги и новогодних отсюда их ни в никаким выпадку не покинуть. А вот снегу по попередних прогнозах в новогоднюю ночь в Беларуси не будет. И он махшим и только у некоторых полночных регионах республики. Истотное потепление в начале месяца принесли на континент поветранные массы из Африки. Прогнозуется, что в ближайшие дни средняя температура поветра больше, чем на десятых градусов, перевысить климатичную норму. В наступные два тыдни в нашем регионе денная температура захавается на узруне от 5 до 9 тепла. У ночи будет от минус 3 до плюс 6. Ближе до 30-31 снежня температура поветра опустится, а ли незначна. Серьезное похолодание пройдет в другой декаде студения. Эти инши новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Суд Советского района Гомеля начал рассмотрение уголовного дела в отношении граждан, которые занимались криминальным автобизнесом. На скамье подсудимых трое гомельчан. 39-летний предприниматель, 41-летний коммерсант и его двоюродный брат, бывший работник правоохранительных органов. Напомню, мужчины перегоняли из России краденые авто, в основном кроссоверы, и перепродавали их белорусам. Стоимость машин составляла от 20 тысяч долларов. Во время судебных разбирательств 38 конфискованных транспортных средств будут находиться на стоянке. Их судьбу решит суд. Сегодня суд Советского района также начал рассмотрение уголовного дела по факту ДТП с участием служебного автомобиля ГАИ. Оно произошло в октябре прошлого года. К перекрестку улиц Междугородний и Лазурный был направлен ближайший экипаж ГАИ. Однако через некоторое время водитель пострадавшего авто сообщил, что второй автолюбитель пьян и пытается скрыться. Экипаж ГАИ, включив проблесковые маячки и используя громкую связь, выехал на полосу встречного движения, где ему уступали дорогу. Но при повороте с улицы Объездной на Лазурную служебное авто столкнулось с БМВ. В результате чего машина ГАИ ударилась об осветительную мачту и вылетела на обочину. Пограничники и милиционеры пресекли канал поставки наркотиков из России в Беларусь. Правоохранители задержали 23-летнего парня в Мозыре. При себе у него был психотроп около 500 граммов. В Беларусь молодой человек приехал на автобусе Санкт-Петербург-Гомель-Мозырь. На сайте Госпогранкомитета сообщается, что стоимость партии такого объема на черном рынке составила бы около 20 тысяч долларов. За незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и за незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Представлялись начальством и выманивали деньги у сотрудников магазина. Правоохранители Гомельского региона установили личности мошенников и задержали их в Минске, когда они заселялись в съемную квартиру. На уловки аферистов мужчин 1986 и 1989 годов рождения попались сотрудники двух гомельских магазинов. Звонившие представлялись директорами торговых сетей, которым принадлежали торговые объекты. Они требовали у персонала перевести деньги на покупку рекламного оборудования. Сначала заведующая точкой по продаже косметики перевела неизвестным 600 рублей, а затем счет их банковской карты на 1250 рублей пополнены реализаторы одежды, посуды и декора для дома. Сейчас устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности подозреваемых. Они могут быть причастны к аналогичным преступным схемам в Минске и Орше. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Завтра пройдет первый поединок 1-4 финала женского Кубка Беларуси по волейболу. Мозырьская жемчужина Полесье на своей площадке встретится с Минчанкой 2. Старт матча в 17.30. А вот в мужском Кубке Беларуси по волейболу уже известны участники финального этапа. Волейбольная энергия билет в финал четырех получила в матче с Витебским марковой ГТУ. Гомельчане и во втором поединке не позволили гостям навязать свою игру. Энергетики одержали чистую победу 0-3. Кто станет обладателем Кубка Беларуси этого сезона, станет известно в конце недели. Розыгрыш состоится в Бресте с 20 по 22 декабря. За выход в финал энергия будет бороться со столичным строителем. Западный Бук с Шахтером. Завтра пройдут вторые матчи четвертьфинала Кубка Беларуси по мини-футболу. Гомельская БЧ в ответном поединке встретится на выезде с охраной Динамо. В первом матче дружины разошлись с миром 2-2. Второй представитель Гомельской области ВРЗ проведет также выездной поединок со столичным Динамо БНТУ. Напомню, что первый матч закончился победой вагоностроителей 7-1. Поединки стартуют в 16.00 и 16.30 соответственно. Завершился открытый турнир Гомельского областного центра Олимпийского резерва по теннису Кубок Надежды. За призы боролись юноши и девушки в двух возрастных категориях до 8 и до 10 лет. Участвовали в соревнованиях более 80 спортсменов. По результатам турнира среди мальчиков победил Тимур Вальков в возрастной группе до 8 лет. Матвей Жарин до 10 лет. Среди девочек первые места у Анастасии Барановой и Арины Раевской в возрасте до 8 и до 10 лет соответственно. Медальным стал чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди юношей и девушек, который проходил в израильском Эйлате. Гомельчане с этого турнира привезли пять медалей. Единственное серебро завоевала Арина Литошек в категории до 71 килограмма. Еще четыре бронзовые медали в своих весовых категориях взяли Екатерина Якушева, Олеся Царинок, Диана Савченко и Дмитрий Ходос. Девять медалей завоевали гомельчане на Кубке Беларуси по вольной борьбе. По итогам соревнований в командном зачете женская сборная нашей области заняла третье место. А мужская поднялась на ступень выше и завершила турнир на второй позиции. В речном зачете в своих весах победили Евгений Ребиков, Артем Кравченко и Дмитрий Навныка. Серебро завоевали Роман Титов, Владислав Осипенко и Валерия Ермола. Бронза у Надежды Буланной, Рустама Малинца и Владислава Щуко. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова